Так, а что у нас с чатом? Андрей, Андрей, что с чатом? На чат завис. Все, пошел. Так, друзья, как видно, как слышно. Дайте обратную связь. В перископе все нормально. Спартак приветствую из Красноярска. Юрий, уже всех по именам и скоро по этим пикам буду узнать. Так, видно, слышно хорошо, да? Ну что, друзья, сегодня 28 марта, среда, поэтому традиционный наш технико-экономический вебинар. Единственное, что второй раз подряд я буду вести без Алексея. Вот, я думаю, что мы ему это простим. Отсутствие сегодня на вебинаре. Он сам на следующий раз обязательно будет принимать участие. И сейчас просто у нас, друзья, очень такой важный этап именно в развитии, как мы говорим, блокчейн-направления, в направлении токенизации. Что у нас на этой неделе, как мы обещали, запуск идет сайта. Вот, перевод его на основные языки. И Алексей сейчас просто с головой в этом процессе. И на следующей неделе мы дадим уже ссылки. В чатах вы увидите ссылки на сайт. И, в общем-то, блокчейн-направление начнет жить. Дальше мы готовим, как мы уже говорили, обучение. Мы покажем синхронизацию, что будет происходить. Но это все, друзья, позже. Давайте, конечно, начнем наш вебинар. Тут уже и в чатах писали. И я смотрю, ну, во-первых, извиняюсь, друзья, за небольшую задержку. Я буквально только вот несколько минут назад вскочил, сгрожав кабинет свой. Спустился, поэтому я был на встрече. Поэтому, ну, скажем так, чуть-чуть, когда вдвоем ведем с Алексеем, мы можем друг друга перестраховать. А когда один, то, конечно, очень жесткие условия какие-то. Вот. И начнем, конечно, мы с минуты молчания, как раньше принято говорить. Потому что то, что произошло в Кемерово, в воскресенье, в торговом центре Зимней Вишни, это, конечно, большая трагедия. И я прошу всех, кто мало-мальски относится к этому серьезно, лета, кто почтить память. И это действительно большая-большая трагедия. И для Кемерово, и для всей Кемеровской области, и для всей страны. Потому что, когда в мирное время гибнет такое количество, а тем более количество детей, это страшная трагедия. И для меня это не посторонний, как говорить, потому что я знал некоторых родителей, которые теряли там детей. То, что я сам с Кемеровской области, с Нолкузнетка. Я знал владельца тем, кто владеет и занят этим бизнесом. Так что, эта трагедия отчасти как бы так меня коснулась. И поэтому, я когда видел, и как губернатор Тулеев общался с президентом, это тоже для меня, и потому что я какое-то время назад работал под началом Аманда Мировича Тулеева в довольно-таки высоком ранге в Кемеровской области. Поэтому у меня это, конечно, и как личная, как бы такая вещь, личная трагедия. Поэтому, друзья, давайте еще раз пожелаем мужества тем, кто в этой трагедии потерял родных, близких, друзей. И к чести сказано, что и губернатор выступил очень достойно, и повел себя. Но Аманда Мирович, он всегда очень, скажем так, сильный человек. И он во многих трагедиях, когда они происходили, лично принимал участие, либо с шахтерами, которые были в шахтах, на производстве. Ну и здесь, конечно, в этой трагедии он тоже не остался в стороне. И президент страны Путин тоже, это очень, на мой взгляд, правильный шаг, что он прилетел в Кемерово, поддержал людей, высказал свое отношение, даже своим присутствием, что это очень такое важное событие, и он не может его просто так оставить и не прокомментировать. Поэтому это, друзья, тоже такая. То, что траур объявлен сначала был только в Кемеровской области, потом подсоединился Екатеринбург, мэр Екатеринбурга объявил траур, ну а потом уже вся страна. И тут много разговоров там, правильно, неправильно, сколько погибших. Это, друзья, такая-такая сейчас уже несущественная разница, сколько. И так 64 человека, которых объявили, это огромное количество. Фактически войсковой батальон мирное время, с которых большинство, конечно, детей это выводы будут сделаны. Но это, друзья, как раз уже для служб, для разбирателей. Конечно, как показывает практика, всегда чья-то трагедия или такого плана трагедия, это всегда чья-то недоработка, это всегда чья-то халатность. И в этот раз выяснится, что противопожарные безопасности не обрегали, что выходы все закрыты, что никто к этому не готовился. Может быть, выяснится, что это и умышленное действие, потому что тоже, друзья, меня просто поражает. Честно могу сказать, что на такой трагедии, что сейчас идет политическая такой спектакль высылка российских дипломатов из 30 стран мира. И один из аргументов, которые приводит Госдеп США по высылке, это трагедия в Кемеровской области. Я, честно говоря, вчера, когда услышал пресс-релиз, я не поверил своим глазам, какая связь между трагедией, которая произошла в Кемерово и уже буквально через несколько дней высылка дипломатов с аргументацией, что это в том числе и связано с событиями в Кемерово. Поэтому, друзья, можно констатировать, что настолько игра идет большая, настолько, что даже такие вещи и нисколько нельзя исключать. Я, допустим, нет никаких аргументов, никаких факторов на это говорить, что это запущено специально в нужное время и такая трагедия готовилась к определенным спецслужбам. Я это не могу сейчас исключить, потому что как это разыгрывается и как это все используется, то возникает вопрос, если бы этого не произошло, то это надо было придумать. Поэтому вот это уже когда на чужом горе делают такие большие-большие игры. Но это, друзья, в политике, к сожалению, встречается не раз и не два. Вы помните, когда была большая трагедия, когда сбили малазийский Боинг на территории Украины, тоже как это разыграли, в политическом спектакле погибло 300 человек, а до сих пор какие-то голословные обвинения в одну и другую сторону нет никаких доказательств. Но игра на этом уровне, именно на такой крови, она делается. Поэтому, друзья, это грязная политика, это грязные вещи. И давайте наши отношения именно как проекты Skyway, нас как команды, мы можем относиться, что мы вне политики, мы вне такой игры. Для нас самое главное – это строй Skyway, спасай планету. И мы делаем дело, которое необходимо. Мы делаем то, что сегодня нужно каждому человеку на земле. То есть мы улучшаем экологию, то есть то, что не будет сжигаться миллиарды тонн нефтепродуктов. Мы делаем движение безопасным, когда не будут гибнуть миллионы людей по всей планете. Потому что, представьте, здесь трагедия 64 человека. Какая-то трагедия. А вы представьте, что во всем мире на автомобиле в год гибнет более миллиона человек. Вы можете представить? Это такой город, как, я не знаю, Новосибирск или Красноярск, целиком погибает под колесами автомобилей и порядка 10-12 миллионов становятся инвалидами. Это страшные цифры, друзья, страшные. И с этим надо бороться, и бороться именно целенаправленно, бороться интеллектуально, бороться технологически. Чем мы для себя и поставили проектом и автор проекта, инженер Юницкий, который разработал технологическую форму, именно инновационную транспортную форму, которая уходит от этих проблем. Поэтому мы сегодня можем концентрировать, чтобы вот таких трагедий, как произошли в Темерово. А это, друзья, как ни крути, это техногенная катастрофа. Это катастрофа, которая обусловлена технологией, обусловлена борющим людей, которые находятся в определенном месте. Определенные технологии спасения, технологии оповещения и так далее. Так вот, нарушения этих технологий, они как раз приводят к бюджету. В транспорте, чем мы с вами занимаемся, это технология движения, технология безопасности, то, что сегодня делает именно цивилизация и технологический процесс. И мы поставили своей целью, и Юницкий в этом плане создал целое научное инженерное направление, которое меняет. И сегодня мы подходим к тому, что и мы с вами находимся на этапе того, что мы переходим от деклараций очень многих научных, правильных, нужных, востребованных вещей. Но мы все-таки уже инновационная, научно-технологическая, научно-инженерная компания, концерн, который сегодня уже реализует научные разработки. Поэтому, к сожалению, с таким началом, но мы дальше будем продолжать говорить о проекте Skyway, а дальше будем говорить о перспективах его развития, о том, что мы сделали, о том, что нам предстоит сделать и о том, что все вместе мы ставим, какие цели и задачи, которые мы решаем. Так, я буду отчасти, друзья, еще ставить, мне очень много сейчас задают вопросов, и я как раз буду сегодняшнее выступление, как раз сегодняшний наш вебинар действовать буду ставить в рамках вопросов и ответов основных, которые сегодня существуют. Первый вопрос, который у меня сейчас в перископе, почему я сегодня не в костюме, а в какой-то странной майке, значит, я не знаю, насколько в перископе точно вижу, а насколько видно в нашей комнате, видите, друзья, это майка, которую я привез с Праги, с конференции, которую там распространяет, ну и предлагает всем участникам, это Адриан и Нина, наши старые друзья и активные партнеры, они, как всегда, в этом раз в Праге занимались организацией, была очень хорошая организация, и у меня на майке написано, что вашу энергию в движении, поэтому это я специально сегодня одел этот лозунг, это потому что то, что, друзья, мы сегодня осуществляем движение, это благодаря, именно благодаря нашей энергии. И сейчас на том этапе, очень важном этапе для компании, то есть у нас идет смена, очередная смена перехода этапа с 10 на 11 и в 23.59, 12 апреля, день космонавтики, и это день окончания работы международной выставки в Дубае, где будет принято и подписано очень серьезные, концептуальные документы для развития SkyWay, то мы как раз будем переходить на 11 этап. Для тех, кто знает, я просто еще раз повторю, что смена этапа для нас это очередной важный этап, это прежде всего отчет о выполненной работе, о том, что завершены все находящиеся цели и задачи, которые ставились на 10 этап, и сегодня ставятся цели и задачи на 11, то есть то, что будет сделано и сначала задекларировано, а потом реализовано уже на 11 этапе. Всегда это сопровождает снижением венчурных премий, которые мы называем именно дискаунты по полученным долям, то есть в отнесенные инвестиции. Это тоже, друзья, как определенный этап, потому что риски с каждым этапом они снижаются, именно технологические, друзья, риски, мы тоже это не перестаем повторять, что сегодня венчурный проект является в основном из-за технологической составляющей, то есть о том, о чем говорит инженер Юнитке, о том, о чем говорят, вся его инженерная школа, она должна быть показана, должна быть продемонстрирована, исходя из этого будут приниматься решения, технология заслуживает внимания для инвесторов или нет. Сегодня на ранней стадии входят, особенно те, кто вошли в 2014-2015 году, это в основном, не в основном, а это венчурные инвесторы, это те, кто принимают решения, исходя из рисков, которые компенсируются, у кого интуицией, у кого знаниями, у кого просто желанием инвестировать во что-то новое, потому что объем инвестиций для каждого инвестора, они довольно-таки небольшие были какое-то время сегодня, у нас приходят все более и более крупные инвесторы и, соответственно, это уже становится действительно для многих очень профессиональным серьезным бизнесом. И по мере того, как мы начали демонстрировать, то есть на инотрансе 21-23 сентября 2016 года были продемонстрированы первые машины, именно подвижной состав Skyway, это наш любимый Unibike, здесь видите, он у меня сейчас на майке здесь изображен, и Unibus, и соответственно было продекларировано, что в этом же году, до конца года, осенью, начнутся ходовые испытания. 29 ноября Unibike совершил первый свой проезд по путевой структуре, именно для массового, для открытого показа, то есть и там были делегации из Израиля, из Грузии, из Малайзии, и, ну в общем, помните эти все репортажи, соответственно, начались ходовые испытания, и мы считаем 29 ноября, это как день рождения, именно дата, когда запущена практическая демонстрация Skyway. Потом уже в плановом порядке приступили к испытаниям Unibus, потом путевая структура была достроена провисающей уже гибкой системой. Сейчас она закольцована и на Экофесте в этом году, который будет в августе 2018 года, мы видим уже кольцевое движение, когда Unibike и Unibus будут уже бегать по кольцевой структуре. Определенные условия будут, когда можно будет задать вопросы, а можно ли будет прокатиться, можно будет для участников Экофеста, кто на определенных условиях сможет принять в этом участие. Потом, друзья, мы увидели с вами следующее, это легкую грузовую систему, для которой целое направление бизнеса идет сейчас. Потом была введена в строй эстакада, которая является и разгонным участком для скоростного модуля Unilet и уже непосредственно работающей эстакадой для Unibus и Unibike в подвешенном варианте и для грузовых переводов. Сегодня дальше идет работа уже по разработке нового направления, это называется Unicont, то есть то, что будет уже перевозить контейнеры, это тоже целые направления, 20-40-футовые, это, соответственно, целое техническое направление. И, как вы видели, репортажи буквально 2-3 недели назад. Соответственно, тут вопрос будет, можно ли прокатиться на летающем дроне. Но, друзья, конечно, более глупый вопрос трудно будет представить. Во-первых, грузовой трон служит для того, чтобы перевозить грузы. Можно ли будет прокатиться на грузовом, посмотреть можно будет, как он будет работать. И то, опять я в прошлый раз говорил, что от этого зависит огромное количество согласований, потому что демонстрация летательных аппаратов при таком стечении народа, это все-таки уже мы в прошлом году еле-еле получили разрешение, чтобы продемонстрировать движение Unibike и Unibus. А в этом году, чтобы еще и дрон для там, друзья, я с большей долей вероятности могу сказать, что при таком стечении народа, это уже получается авиашоу, а это, друзья, настолько усложнит продвижение, согласование Экофеста, что, наверное, мы на это пойти не будем. Поэтому все испытания будут засняты, вы увидите ролики и увидите этих дронов все шевьем. Вот, то есть их можно будет, с ними можно будет сфотографироваться, это 100%, можно будет потрогать его рукой, может быть, даже посидеть рядом с ним или в нем, в его кабине, ну, и кабина, и грузовой, все где. Поэтому, ну, то, что в летном качестве продемонстрировать дроны, друзья, это, скорее всего, вряд ли, потому что все-таки это все связано уже с системой безопасности при таком стечении народа. Когда дрон, который везет уже почти более тонны весом груза, это уже серьезная машина, здесь как раз подход должен быть, ну, я думаю, что грамотный. Теперь, друзья, еще раз, это и для Леонида, кто у нас пишет, большой, кстати, ему благодарность за работу по боевому листку. Поэтому, друзья, я всем сейчас рекомендую, всем нашим активным партнерам, пользуйтесь логикой боевого листка. То есть это наш вебинар потом весь расположен на тезисы, причем он более широкий, чем просто то, что я говорю, вы заметили, наверное, что я не демонстрирую сейчас ни слайдов, ни роликов, нет, потому что не тратить на это время, просто я обозначаю то, что происходит, а Леонид потом вставляет это все в ролики. Когда вы читаете боевый листок, то вы можете нажать на любую ссылку, увидеть все фотографии, которые идут, увидеть все ролики, которые я называю. Соответственно, это очень хороший инструмент и мы перестали сейчас еще и вести вебинары на остальные языки, мы просто переводим этот боевой листок и он расходится. Ну, боевой листок, напоминаю условное название, это краткие тезисы вебинаров и основных ответов на основные вопросы, которые сегодня встают. Вот, поэтому, друзья, я хотел бы сегодня остановиться на одном вопросе, он, конечно, на сегодняшний вебинар, кто-то у меня про токены спрашивает. Ну да, давайте тогда эту тему закроем. Значит, как я уже сказал, что на следующей неделе Алексей уже сделает вам экскурсию по сайту платформы, именно нашей Skyway платформы, которая готовит именно к запуску оцифрованных, токенизированных адресных проектов, она для этой цели у этой платформы и стоит. Сразу могу добавить, что сейчас уже прорабатывается вопрос о запуске размещения на этой платформе целого ряда адресных проектов, естественно, с выпуском на это специализированных токенов. И также задаю много вопросов, будут ли совместные выпуски и акции токен под какие-то программы. И здесь, ну, обозначив несколько вперед задачу, сейчас могу сказать, что готовится несколько направлений, ну, например, одно из направлений это скоростное движение и, скорее всего, там на это направление будут выпускаться и токены, и акции. И все наши акционеры Skyway, кто покупает акции, соответственно, может также получать пакеты токенов. И наоборот, кто заходит из интернета и блокчейн-сообщества, кто покупает токены, он, соответственно, также может и участвует в программе получения долей подкрепленных интеллектуальной собственности. Вот это тоже наше дальнейшее такое развитие, поэтому это перспективное такое направление, которое будет сейчас совмещать именно работа. Теперь второй, третий вопрос, который очень часто звучит, связанный с партнерской программой на платформе блокчейн. Здесь сразу могу сказать, что самой платформой и на блокчейн не может быть никакой партнерской программы, но мы прорабатываем уже именно директорским составом Skyway Capital, что мы, скорее всего, предложим нашим партнерам, нашим друзьям именно программы, когда можно будет в том или ином виде партнерской программы уже делать именно для привлечения инвестиций в блокчейн. Дальше, как это будет выглядеть, друзья, мы сейчас 100% сказать не можем это отрабатывать, но шаг за шагом мы эти вопросы отпускаем. И сейчас уже стоит задача, вот я сегодня только разговаривал с Антон Гривницким, он вернулся в очередной раз из большой поездки в Юго-Восточную Азию, Арабским Эмиратом, был еще на переговорах в одной из серьезных европейских стран с чиновниками очень высокого уровня. И он уже как раз ставит, ну он давно ставил задачу, что сегодня уже стоит вопрос по срокам, чтобы в мае месяце мы уже были готовы к первому размещению именно уже специализированных токенов по адресным проектам на нашей платформе. И мы нашей командой усиленно к этому идем и думаю, что эту задачу мы выполним. И здесь, друзья, как раз очень важно сейчас понимать тот процесс, который происходит. У нас две недели осталось до смены дисконта и остались до конца буквально считанные дни, когда возможность продления рассрочек. Друзья, не упускайте этот момент. Таких возможностей больше не будет. Поэтому это и объясняйте своим близким партнерам и друзьям и тех, кого привлекаете работать, что друзья сегодня уникальные возможности и они со каждой сменой этапа повторяться не будут. Поэтому используйте эту возможность, которую вам сегодня дается. Используйте свои организационные возможности, которые у вас есть сегодня по работе с партнерами и строите свой бизнес и помогайте людям входить в этот проект, потому что это также крайне-крайне важно. Поэтому сегодня увязывая запуск и нового направления по привлечению инвестиций и оптимизации сегодняшней работы по тому, что инвестиции в акции SkyWay это самое интересное, мы никогда не перестанем это говорить, что это самое эффективное и самое перспективное именно инвестирование и финансирование. Вот все остальное это инструменты, которые в той или иной мере сегодня запускаются и работают. И как раз Юнинский, как раз вернувшись из очередной поездки, могу сказать, что как мы и ожидали, что после выставки в Дубае, после 12 апреля, наверное, реально 12 апреля, когда будет и смена этапа, и комментарии, то мы услышим очень много, скажем так, очень серьезной информации по развитию проекта на Ближнем Востоке и Республике Беларусь. Кстати, вот мне тут задают вопрос, что из Беларуси уходим и скоростная дорога будет строиться не в Беларуси. Здесь, друзья, могу кого-то разочаровать, могу кого-то обрадовать, что ни в коем случае с Беларуси никто никуда не уходит, что работа по выделению земли идет самым активным образом. Власти Минской области демонстрируют самую большую заинтересованность в работе. Буквально на этой неделе заместитель Анатолия Дваровича, Минского замгенерального директора, был в администрации области, где как раз согласовываются все документы по выделению земли. И я думаю, что в ближайшие, самые ближайшие дни мы услышим новости о том, что земля под скоростной участок 25 км выделено и все это так, потому что сегодня этот вопрос уже остался считанными. Более того, я могу сказать, что интервью Юницкого, которое было на позапрошлой неделе, его очень внимательно смотрели и наши партнеры, и наши друзья, и некоторым было воспринято, что Skyway готовится уходить из Беларуси, хотя Юницкий сказал, что мы ни в коем случае не хотим уходить, просто мы не можем бесконечно биться лбом о эту чиновничью стену, которая непробиваемая, и мы лучше пойдем туда, куда нас зовут, где дают вот эту приятность. Я думаю, что определенные чиновники услышали это в свой адрес определенные вещи, и когда представитель встречался именно в ЗАО «Струнные технологии» с главой администрацией области, то было как раз произведено такое, что ни в коем случае вы не поймите, что мы затягиваем дело, просто есть формальные условия, которые сегодня выполняются, и мы наоборот только за то, чтобы Skyway развивался в Беларуси. Поэтому, друзья, я могу сказать, что всех, кто пытается сейчас это выдать или желаемое за действительное, или на эту тему и роковать, могу сказать, что нет, друзья, не дождетесь. В Беларуси будет проект развиваться, скоростная трасса будет строиться, и наоборот сегодня диверсификация, как уже говорил Юницкий, что сейчас рассматривается как минимум три варианта по скоростной трассе, и я нисколько не исключаю, что скоростная дорога может строиться даже не в одном месте, а в двух или более одновременно. Это тоже, друзья, наша безопасность, безопасность от произвола чиновников, о том, что завтра, я не знаю, условно говоря, ничего не хочу плохого сказать про министра транспорта Беларуси, хотя он всем своим видом, всем своим движением показывает, что он не одобряет Skyway. Но если завтра ему придет какая-то мысль по каким-то причинам сокрыть проект, то останутся другие направления, которые будут развиваться в других странах. Надеюсь, что все-таки профессионалы, надеюсь, что именно специалисты в области развития транспорта никогда таких решений, особенно глупых и неотдуманных, принимать не будут. У нас уже есть пример правительства Литвы, когда они своими, я бы сказал, просто барварскими методами заставили уйти Skyway и лично Юницкого из Беларуси, из Литвы в Белоруссию. И сегодня, я думаю, что уже очень многие пожалели о том, что это произошло и сегодня, кроме нас, конечно, потому что все, что произошло, это пошло на плюс развития и ускорению развития проекта Skyway. Все сделали очень хорошие и правильные выводы. И, соответственно, это был очень хороший урок по построению дальнейшей безопасности интеллектуальной собственности самого бизнеса и по развитию, и по отстраиванию именно концепции развития проекта Skyway, что сегодня и демонстрируется и показывается в работе. Еще прям буквально в ближайшее время будут очень интересные новости по контактам Юницкого с высокого уровня чиновникам ряда европейских стран. Поэтому это тоже, друзья, процесс идет постоянный. И, как вы уже, наверное, привыкли и заметили, что я никогда не буду произносить конкретные даты, страны, потому что это всегда интерпретируется доброжелательными или откровенными нашими оргами в той или иной мере так, как им нужно. Поэтому вся информация, которая будет идти, она будет идти от Юницкого, как в прошлый, а мы будем с Алексеем, всем нашим директорским составом Skyway Capital будем показывать, комментировать, дополнять именно с точки зрения понимания того, что происходит. И в этом плане, друзья, как раз я про Белоруссию вам как бы сказал, потому что очень много пошло слухов о том, что уходим, что чиновники давят. Да нет, друзья, это может быть у кого-то есть такие желания, но ничего такого не происходит. То, что это бюрократическая машина и действительно она очень неповоротлива и надо каждый раз все это толкать. Это действительно так, друзья, что мы как именно инновационный транспортный проект не можем ждать и ходить, когда кто-то созреет. У нас вопрос, все идет очень быстро и так уже по срокам наши партнеры, друзья, те, кто с нами с 2014 года, и так уже говорят, друзья, 4 года мы с вами, мы видим, что происходит, но хотелось бы уже выходить на какие-то дивиденды, на какие-то доходы, там как других инвестиционных компаний. Здесь, друзья, мы изначально говорим, что проект радикально отличается от всего, что происходит, потому что все инвестиции 100% идут только в развитие технологий производства и, соответственно, мы с вами все на одном ковчеге, который называется Skyway, где получать именно дивиденды от своей работы, от своей интуиции, от того, кто вошел на ранней стадии, может только тогда, когда проект начнет реализовываться. И наша задача, как команды, мы уже вам рассказываем, показываем, мы и так, друзья, открыты больше, чем хотелось бы или больше, чем необходимо для именно производственной и инновационной компании. Мы говорим о том, что в этом году мы сделаем все, чтобы реально уже запустить адресные проекты, они начали реализовываться, для того, чтобы запустить механизм, когда можно будет, и кто хочет реализовать свои ранее приобретенные обязательства и перейти в другие формы, инструменты, которые сегодня существуют. Мы все это готовим и до, скажем, до Экофеста или сразу после Экофеста такие возможности будут предоставлены. Дальше, что еще, друзья, очень важным моментом я удивился, кстати, что мне задают особенно партнеры наши, которые давно-давно с нами. вот, и я посчитал нужным, что надо остановиться на, именно опять на этом моменте, как бы от основ Skyway. И я прошу прощения у тех, кто уже давно с нами и, соответственно, уже считает себя профессионалом в Skyway. Но, друзья, я сознательно сейчас остановлюсь на аспекте, потому что мне пишет одна дама, которую я знаю уже более трех лет, которая в проекте, и она говорит, что вот я встретилась с профессионалами транспорта высокого уровня, они меня высмеяли и показали, что Skyway это не состоятельная технология, и что ничем она не отличается от монорельсы. И я чувствовал себя там полной дурой, не знал, что ответить, так сказать, и как бы это. И когда это пишут люди уже, которые более трех лет в проекте, то здесь, друзья, что говорить про новичкам, которые сегодня проводят, презентуют проект, и когда сталкиваются с определенной рода скепсиками или недоброжелательными, как они отвечают. Здесь, друзья, я как раз несколько с другого плана хотел взглянуть и еще раз процитировать вводную лекцию Юницкого, которую он всегда проводит. А начать могу, друзья, с очень серьезного утверждения, когда вам задают вопрос, чем вы отличаетесь, ну, более глупого вопроса не услышишь, потому что когда человек задает вопрос, чем вы отличаетесь от монорельса или от транспорта, на магнитном подвесе, это говорит о том, что человек просто не понимает вопросы, которые занимает. Поэтому не обижайтесь на то, что он говорит, это не то, что не профессионал, это даже нельзя сказать дилетант, потому что дилетант – это то, что знает поверхность, а это человек, который не знает ничего, поэтому относитесь это как к человеку, который не знает ничего. Так вот, оставим это за скобками. Друзья, что бы я хотел, чтобы вы сейчас понимали и вы поймете, зачем я. это самое, что есть такое понятие, как идеальный транспорт. То есть сегодня все системы, которые существуют, транспортные, они не идеальны. И это очевидно всем. То есть здесь можно много говорить. Самолет, авиационный транспорт, который самый безопасный, хотя мы видели и Домодедово недавно упал самолет. Вообще в мире постоянно происходят катастрофы. Это тоже, друзья, техногенные катастрофы, которые неизбежны при эксплуатации. Так вот, самая главная беда, которая нам дает авиация, это миллионный тонн, который сжигает каждый самолет за время своей эксплуатации, который он распыляет в стратосфере, то, что нам выпадает на голову в виде всего этого химического дождя, который есть. То есть каждый самолет убивает экологию так, что если бы мы осознали вред, который приносит авиация, мы бы давно их все порезали на металлолом. Но у него одно преимущество, он дает скорость. И пока мы не можем сегодня противопоставить другие скорости, мы меряемся с этим самолетом. Так вот, соответственно, друзья, основная проблема самолета, это огромное количество энергии, которую он сжигает. Это больше 10 литров керосина на одного пассажира на 100 километров. И, соответственно, та экология, которую он нарушает, это, как мы их называем, Алексей принял это название с самого начала, это птеродактиль цивилизации. Это птеродактиль. Поэтому это вымерший уже с моральной точки зрения, с технической точки зрения, вид транспорта, но из-за того, что нет альтернативы, мы с ним меряемся. Поэтому говорить, что авиация идеальна, это глупость. Ее терпят только за то, что она дает высокие скорости. Автомобиль, друзья, мы говорили, это с точки зрения энергетических затрат. Это 2-3 литра на одного пассажира на 100 километров, если там едет несколько человек, а если один человек едет, то это минимум 5 литров на 100 километров. Это та же экология, которая есть. Это земля, которая закатана под асфальт. Юницкий любит приводить цифру, что сегодня под дорогами закатаны две территории, такие как Англия, под шоссейными дорогами. Но и второе, друзья, самое главное, с чего мы начали, это человеческая трагедия, это человеческие жизни. Автомобиль, друзья, уносит миллион жизней в год. Миллион. Только в России гибнет порядка 40 тысяч человек. Друзья, вдумайтесь в эту цифру. Поэтому это реально война, которая идет постоянно с машинами, с цивилизациями. И если кто-то говорил, что роботы заменят и так далее, на прошлой неделе видели огромное, была реакция на то, когда роботизированная машина, произошло это, о чем много говорили, произошло аварию, пострадали люди, и встает вопрос, что роботы на дороге это ни в коем случае не безопасность, наоборот, это еще более усложнение в ситуации, когда принимает решение даже не человек, а робот на дороге. Поэтому, друзья, дальше, как мы говорим, что есть морской транспорт, но он подплавает только от портов до портов. Есть железнодорожный транспорт, который также обладает своими. Поэтому сегодня сказать, что идеального транспорта с точки зрения задач, которые стоят перед транспортом и которые сегодня нужны, не существует. Так вот, друзья, возьмите фразу на вооружение. Прошу ее записать, я, Леонид, обязательно ее покажи с ссылкой на Юницкого. Skyway – это идеальный сегодня транспорт. И идеальный не с теоретической точки зрения, друзья, мы с вами не теоретики. Юницкий сегодня не теоретик-изобретатель, который делает. Он генеральный конструктор завустрой струнной технологии. Компания, которая реализует инженерные наработки, научные школы, которые он создал именно для реализации струнных технологий. И сегодня струнные технологии – это реальность. Она существует. И опять же, существует формула, которую мы сегодня берем, и которой мы пользуемся. И вам рекомендую, друзья, всем пользоваться в очень такой, ну я бы сказал, жесткой и уверенной форме, как это может позволить себе Алексей Суходович, который в декабре, презентуя технологию для блокчейн-сообщества, показал ролики по демонстрации испытаний юнибусов, юнибайков, производственную базу, изготовление юнилета, все, что сегодня происходит. А потом говорит, друзья, для кого это не аргументировано и недостаточно, прошу покинуть помещение, не будем тратить ваше и наше время. Потому что технология существует, мы это за 4 года доказали и показали, и мы уже делаем дальше. Да, сегодня нет скоростной дороги, она будет показана в ближайшие месяцы. Сегодня высокопроизводительная скоростная готовится к демонстрации, но бизнес на струнных технологиях на городской низкоскоростной, то есть 150 км в час юнибусы, юнибайки, юнитраки для скорости, юниконты, которые для контейнеров, это уже бизнес, который запускается. Это уже реальность. Так вот, друзья, почему я говорю, что идеальный транспорт сегодня существует? Потому что он лишен всех недостатков, которые сегодня существуют у транспорта. У него идеальная аэродинамика. И в боевом листе вы это увидите, Леонид, обязательно. Представляю, что Жуковский, который рассчитал идеальную аэродинамику, это 0,043 для аэродинамики крыла, а Жуковский является отцом авиации, потому что благодаря его расчетам братья Райт построили самолет с подъемной силой и подняли аппарат 19 декабря 1903 года, как раз день рождения авиации. И все это сделано с расчетом Жуковского. У него идеальная форма 0,043. Юницкий, продувая Юнибус и Юнибайки в аэродинамической трубе, получил еще более лучшие характеристики, чем идеальная форма крыла у Жуковского. Но, исходя из того, что сегодня подвижной состав, он обладает рядом ухудшением аэродинамики, сегодня декларируемый Юницким ЦХ, это лобовое сопротивление подвижного состава, это где-то 0,06-0,05. Друзья, чтобы было понятно, это в 20 раз лучше, чем у идеального спортивного автомобиля или самолета. А это значит аэродинамика и затраты совсем другие. И сегодня уже идет декларация, это будет подтверждено только на уже испытаниях, где на 100 километров на одного пассажира будет затрачено топливом на микриваленте не больше 100 грамм топлива. Соответственно в низкоскоростном режиме это юнибайк и минус это речь идет о меньше одного литра на 100 километров. Никто не может дать такие энергетические характеристики. А второе, что трасса сама Skyway является и генерирующей станцией по выработке электроэнергии, на которую она потребляет. Более того, она вырабатывает больше электроэнергии, чем необходимо для движения транспорта и пассажиров. То можно сказать, что Skyway это система, которая не ухудшает экологию, а улучшает экологию. Таким образом при движении сейчас юнилеты, которые будут продемонстрированы в сентябре 2018 года на Инотрансе, они уже декларируются под скоростью 500-550 до 600 километров в час. То есть это вплотную подходит, друзья, к самолетам, но это ноль выброски вредных веществ в атмосферу. Это абсолютная безопасность по сравнению с самолетом и энергетические затраты превосходят более чем на два порядка. То есть 10 литров и 100 грамм. То есть можете сравнить вот характеристики. Соответственно, с точки зрения безопасности, если уже переходить к автомобилю, то Skyway будет абсолютно безопасным. То есть могут быть какие-то несчастные случаи внутри со здоровьем людей, но с точки зрения техники обеспечения движения безопасности, Skyway будет абсолютно безопасной системы. И с точки зрения экологии, когда вдоль трассы еще и будет культивироваться с помощью технологий инженерной школы Юницкого с помощью гумусы соответственно природы, то мы создаем не техногенную, а экогенную технологию, которая будет улучшать все параметры окружающей среды, при этом давая нам ту услугу, которая сегодня необходима человеку. Как мы уже говорили, что не снимая своих тапочек и своего кресла, тролли очень любят это говорить, у нас там юни-сауны, юни-джакузи, когда можно в своем кресле перемещаться в любую точку Земли, когда будет реализован проект Транснет и построена сеть, а со временем, когда мы говорили, что сегодня мы уже задумываемся, Юницкий уже начинает проектировать следующую сеть поколения, это уже Skyway, то есть космическую дорогу, когда в своем же юни-байке, в своей капсуле вы можете со временем перемещаться еще на орбиту. Это пища для троллей, люблю, так сказать, на них смотреть, пожалуйста, развлекайтесь, это вклад вам в руки. Так вот, друзья, складывается вопрос о том, что если эта система такая идеальная, а идеальная она почему? Здесь кто слушал первые лекции Юницкого про дорогу, он всегда начинает это с одной фразы, в том числе, когда он выступал перед Академией наук и Белоруссии, и перед МИИТом, то есть Московским Институтом Инженеров Транспорта, он всегда начинал с одной фразы, представьте, что я про транспорт ничего не знаю, и мне надо переместить груз или человека из одной точки в другую, и поэтому он начинает раскладывать теоретические установки, которые идеализируют транспорт, и он говорит, мы убираем недостатки железной дороги, недостатки автомобиля, недостатки авиации, все это соединяем в одну соцсистему, делаем, и получается друзья, Skyway эстакада идеальная система, поэтому в этом плане, как и в одном хорошем анекдоте, учите матчасть, понимайте, чем Skyway отличается от всех других систем, поэтому здесь можно четко сейчас понимать, что сегодняшние технологические параметры Skyway это идеальная система, и поэтому ее можно сравнивать только с такой же технологической системой, которая будет реализована, почему нельзя Skyway сравнивать сегодня с Hyperloop, потому что Skyway это реализуемая технология, которая уже имеет практическое применение, а Hyperloop в Дубае опять, мы с Виктором говорили, Юницкий, там Hyperloop будет опять представлен стендом над Дубаем, и друзья, как можно серьезно относиться к технологии, которая показывает фанерную трубу, показывает макет того, кто сидят, макет человечки, виртуальные очки, и говорят, что ребята, вот это вакуум, и здесь будет двигаться подвижной состав, друзья, это глупо, но это знаете, с чем можно сравнить, тоже у нас с Юницким были очень такие свои отношения с вице-президентом Российской Академии Наук, таким шарлатаном от науки, неким господином Велихом, когда он Юницкого назвал лженаукой, а соответственно и запретил ехать технологии Skyway на выставку в Японию, это был по-моему 2006 или 2007 год еще, а сам при этом повез на выставку в Японию модель Takamaka, кто не знает, это генерация электроэнергии в магнитном поле, термоядерный, термояд, соответственно, в магнитном поле, так вот он повез пластиковый макет дома, в котором горит лампочка, и сказано, что там идет термоядерная реакция, где-то 6000 градусов температура, и идет расклад на компоненты выработки электроэнергии. Представляете, что сегодня на Земле управляемую термоядерную реакцию еще никто получить не мог, а ящик, который изображает, и который вице-президент Академии Российской показывает, как научная цена, то есть это вот такое же шарлатанство, как сегодня последователи Илона Маска показывают макет фанерной трубы и говорят, что там будет вакуум. Друзья, вы сделаете сначала вакуум, вы проведите сначала все испытания, вы проведите сначала все шлюзования, которые сегодня есть, а потом говорите, что вы создали технологию. И на одном из вебинаров, буквально через наверное один, это по просьбе наших друзей из арабского мира, они попросили Юнистского сделать анализ именно конкретной трассы Skyway, это Дубай, Абудаби, и сравнением с Hyperloop. Он с инженерной точки зрения разложил и я вам с удовольствием все эти выкладки покажу и я могу сказать, что вывод такой, что и по безопасности и по скорости, несмотря на то, что там декларируют скорость 1200 км в час, а у Skyway Юнистского не более 500 км в час, скорость перемещения из Дубая в Абудаби будет на Skyway выше. Но это мы с вами, друзья, обязательно еще на цифрах и на расчетах с вами увидимся. Так вот, сегодня вопрос о том, что сравнивать теоретическую разработку с практической реализацией технологии, которая есть, невозможно. Поэтому Skyway сегодня можно будет сравнивать только с работающими прототипами других вариантов. Но, исходя из того, что я уже сказал, что Юницкий подходил к проектированию технологии Skyway как идеальной транспортной системы, создать более идеальную, ну, наверное, практически невозможно. можно оптимизировать, чем сегодня занимается Юницкий. То есть, были стальные струны, стальная галок рельс-колеса сегодня уже переходит на углепластик, углеволокно и совсем другие характеристики, совсем другие габаритные и прочностные сегодня уже показатели. И это подходит к тому, что Юницкий уже говорит, что одним пролетом гибкой трассы можно проходить уже до 7 километров. При этом толщина или вся путевая структура будет чуть толще смартфона iPhone. Поэтому это уже к совершенствованию и оптимизации. Но то, что более оптимальной и совершенной системой, которая сегодня позволяет сделать техника, реализовать практически невозможно. И поэтому, когда вам говорят, чем Skyway отличается от монорельса или от поезда на магнитном подвесе, то отвечать можно один. Это не идеальная система. Она для того, чтобы двигаться, требует энергию и загрязняет окружающую среду. А Skyway это идеальная транспортная система, которая перемещается, не требует внешней энергии. То есть это не вечный двигатель, друзья, это глупости не говорите. А это система в общем. То есть трасса Skyway она сама является и производителем электроэнергии. То есть вы видели это и ветровая энергия, солнечная энергия, и тепловая энергия. Ну в общем там целый ряд направлений, которые сегодня идут по преобразованию одного вида энергии в другой. Вот так вот этот преобразователь достаточно для того, чтобы и потреблять энергию для движения и давать вовне. Поэтому такой вопрос. Вы можете себе представить САПСАН, скоростной поезд, который не потребляет электроэнергию и не загрязняет окружающую среду, а наоборот улучшает экологию вокруг и еще выделяет электроэнергию. Таких систем друзья не существует. И вот вам ответ, чем Skyway отличается от других систем. Я специально на этом сегодня друзья заострил внимание, потому что когда казалось бы корифеи Skyway задают такие вопросы, то наверное пришло время на это говорить. И именно говорить в том ключе, что друзья мы это создали. Мы это показываем. У нас сегодня наш эко-технопарк работает уже как туристический полигон, то есть туда постоянно уже ездят, туда просится огромное количество зевак и туристов, уже идет жесткое отсечение, потому что если туда сейчас привозить всех желающих, которые высказывают желание приезжать и посмотреть, то во-первых Юницкий и все сотрудники КБ только бы занимались, кому-то что-то показывали. Поэтому друзья, туда идет сейчас очень жесткое ограничение по тому, кто туда приедет. Мы для наших партнеров Skyway Capital сделали определенные условия, кто их выполняет, то мы будем регулярно приглашать и проводить встречи в эко-технопарке на производстве. Инвесторы, мы их также сейчас очень жестко ставим критерии, по каким можно заявиться и претендовать на то, что вы приедете и вас будет там кто-то встречать в эко-технопарке. Ну и второй вопрос очень важный. Это, друзья, давайте уже готовиться к эко-фесту, где мы с вами увидим и новую разновидность суперлегкой системы Unibike и Unibus и грузовые модули и как минимум пять разновидностей подвижного состава пассажирских и нашего уже любимого дрона, который будет в автоматическом режиме строить удаленные опоры в горах и в болотах. Это те проекты, которые сегодня развиваются. Ну и, друзья, я могу сказать еще, добавив, наверное, Алексей на следующем вебинаре более подробно об этом скажет, что мы с точки зрения именно и блокчейна, и всей технологии оцифровки реальных производств покажем уникальную вещь, когда параллельно работе подвижного состава идет генерация, идет работа уже в сфере блокчейн и реально покажется экономика. Это также будет уникальная вещь, это взрыв с точки зрения уже экономики конкретных токенов, конкретной блокчейн. Поэтому очень много будет чего, друзья, интересного, поэтому мы рекомендуем всем, кто в нашем проекте, кого приглашают и для себя определить, что участие в такого рода мероприятии это крайне будет интересно и желательно и тем более, что это будет очередной переломный этап во всем проекте, который будет двигаться дальше и я могу сказать, что после Экофеста буквально там меньше, чем через месяц будет уже Инотранс в Берлине, а Инотранс, друзья, это будет взрыв в сфере транспорта и здесь без преувеличения могу сказать, что Skyway будет изюминкой соответственно всего Инотранса и Skyway если мы говорили 2018 год это год становления Skyway то 2019 год это просто будет объявлен годом Skyway потому что мы будем с вами уже запускать и реализовывать я сейчас не берусь сказать какое количество проектов но то, что это будут не десятки и даже не сотни это, друзья, абсолютно точно вот, поэтому друзья, давайте я за вопросами не следил потому что у меня была определенная цель и задача сегодня довести так струны пока на стадии экспериментального полигона действующих дорог в стадии эксплуатации нет ну, Михаил, тут эти все знаете, все скептики, которые сначала нам говорили, что мы не соберем КБ, потом не построим опытный час, сейчас говорят, что мы что-то не сделаем то, сейчас говорят, а когда у вас будет то есть опять же, что значит нет стадии, у нас 4 трассы эксплуатируются в эко-технопарке, 4, мало, но сейчас готовится еще одна, будет пятая трасса, да, нет скоростной системы, она сегодня спроектирована, построена первый километр, и сейчас когда закончится отвод земли, начнется строиться 25 километров, скоростной модуль будет показан и на трассе в Берлине, что еще надо, что еще не сделано, поэтому друзья, вот такого рода скептики, они будут постоянно, а этого у вас нет, а потом этого нет, а потом этого нет, так вот друзья, я могу сказать, те, кто за нами следит с 14 года, друзья, в 14 году мы собрались с Юницким там еще ряд людей, было там 5-6 человек, когда мы начали вести первый вебинар, и мы сказали, друзья, мы это сделаем, и сегодня мы это сделаем, и сегодня, когда стоит вопрос, а почему там вот у вас в меморандуме сказано то, этапы чуть сдвинули, во-первых, друзья, меморандум это рамочное определение, то есть это вектор, который идет, я могу сказать, мы не на шаг не отошли, более того, сделали намного больше, чем предполагали в 13 году, а то, что скоростная система, друзья, сегодня только начинается, сейчас уже окончательное принятие решения по земле, то это не наша проблема, это проблема, которая нашего взаимоотношения с властями, с бизнесом, который проводит определенное согласование, или мешает определенным согласованием, поэтому здесь, друзья, с точки зрения анализа сделано намного больше. Какое решение принято под Краснодаром, после вашего общения с администрацией города Край? не было еще никакого, не то, что я каюсь, как бы, тут то, что у меня ребята с Красноярска просили связаться с вице-губернатором по Краснодару, я честно могу сказать, что несколько оставили это на такой план, что мы к этому разговору вернемся после возвращения из Дубая, с выставки из Дубая, мы с Алексеем вернемся где-то числа 11, 12 или 13 апреля с Дубая там, где будет проходить выставка, у нас там будут переговоры, как раз все, что связано уже с запуском именно по проекту блокчейн для Skyway, поэтому после этого мы вернемся, потому что надо обсуждать конкретные вещи, поэтому надеюсь, что вопросы будут. Так, льготных билетов откроются с 31 марта и всего на несколько дней, примерно, пожалуйста, в юге или август, начало, середина или конец, месяца. Так, я сказал уже, что Экофест будет август, скорее всего, вторая неделя августа. Это определится, как уже сказали, до 1 мая это будет объявлено, вот, то есть, как минимум, за 90 дней, чтобы было, точнее, было больше 90 дней до Экофеста. И дата будет связана только с техническими параметрами, когда весь подвижной состав можно будет собрать в Экофесте с разных выставок, потому что сегодня одновременно идет участие в различных выставках по всему миру, где надо демонстрировать подвижной состав, ну и, соответственно, для того, чтобы на Экофесте было представлено максимальное количество образцов, вот как раз все это будет собрано, и пока речь идет о начале августа, то есть, скорее всего, это первая или вторая неделя. так, экспериментальный отрав не переводят пассажиров по маршрутам, да, не переводят, это точно. Так, могли бы вы дать немного более развернутые пояснения по параметрскому соглашению, по параметрскому соглашению, в частности, насчет приема ссылок, как, когда поедут, не понял вопрос, на экофесте 48 местный, когда его начнут испытывать, и что мешает начать испытание? Ничего не мешает, он в полной проработке, ходовая часть, насколько я знаю, уже испытана, и когда придет время, а это самое ближайшее время, 48 местный юнибус будет показан. Более того, опять же, исходя из приоритетов и задач, параллельно с этим 48 местным юнибусом, вы заметили, что он был показан на экофесте, а юникар, который уже тоже у нас был показан в 18 местном варианте, а может он быть до 48, он был изготовлен и показан на выстав транспорта России именно для легкой системы, потому что он с точки зрения построения уже практического бизнеса оказался более востребованным, больше, более необходимым, поэтому на нем было сосредоточено больше внимания, но тем не менее Берельсовый юникар, насколько я знаю из последней информации, что он готовится к ходовому испытанию. Из Красноярка с содействием проекту. Так, ну это наши друзья, то есть видите, да, спешитесь по чату из Красноярска свои координаты. Портар, там, Филипп, где-то сам, дайте свои координаты, чтобы на вас вышли. Получается, что весь подвижной состав только в единственном экземпляре. На сегодняшний момент да, потому что нет пока возможностей дублировать и развивать производство, потому что все производственные мощности экспериментальные, они сейчас заняты. И самое главное, что каждый подвижной состав создается под определенную задачу. Поэтому на сегодняшний момент подвижной состав, по-моему, там уже Unicar, по-моему, и Unibus, кажется, во втором экземпляре сейчас вот закладываются, но пока они все в единственном экземпляре, потому что пока такой возможности нет. Это то, что Алекс задает вопрос. Так, Спартак, дай свои координаты по Красноярску, чтобы там связались с кем можно. Ну вот, по тем вопросам, которые на сегодняшний момент стоят, мы все постарались их как бы там собрать и учесть. Давайте, друзья, по смене дисконтов относиться все-таки более так собрано с точки зрения, что не надейтесь или не откладывайте на последнее дата, что буду все делать в последний момент, это неправильно, потому что все-таки сейчас решение принято довольно, ну, это правильный подход по сути, что смена дисконта объявляется почти за месяц, более чем за три недели, соответственно, в определенный час, она должна быть реализована и закрыта, потому что это большая, скажем так, работа, большая ответственность, и вы видели отчет за островные технологии за десятый этап, что проделано и продемонстрировано, это все-таки очень и очень серьезная и значимая работа. Вот, но что, друзья, давайте тогда двигаться дальше, со следующей недели мы уже начнем вести еще, ну, не со следующей недели, то есть с выходом с сайта мы начнем уже комментировать и показывать ту информацию, которая связана именно с токенизацией Skyway и запуском блокчейн платформы, вот, мы готовим сейчас обучение, именно сначала естественно, что надо потренироваться на кошечках, для обучения этими кошечками в данном случае это будут директора Skyway Capital, то есть мы проведем обучение, как работать именно с инструментами платформы, потом будем проводить уже с региональными лидерами и с лидерами регионов, с топ-экспертами, потом уже будем вводить это на более такую массовую сторону, и основная задача, конечно, это обучать людей уже по подготовке и по продвижению адрес, и по запуску адресных проектов, это основная цель платформы, это запуск адресных проектов и обеспечение уже их и сопровождение и привлечение инвесторов инвестиций для того, чтобы строились и реализовывались адресные проекты. Соответственно, как вы понимаете, это мы работаем несколько на перспективу, это не связано с закрытием корневой технологии, корневого ухода, это несколько-несколько другие задачи, хотя, как я уже говорил, друзья, вопрос по скоростной системе не исключено, что она будет выделена в отдельный проект, будут выделены, запущены отдельные такие структурные токены и привязанные к акциям, и как раз будет такой совместный пакет, но, друзья, могу сказать, что это пока еще на уровне проработки, то есть мы пока не знаем, будет это востребовано или необходимо, или нет, и как это реализовать, соответственно, практики, это тоже вот сейчас большой-большой вопрос. Почему нет вебинаров Мирошниченко? Ну, я не могу сказать, я знаю, что Григорий Михайлович регулярно ведет встречи в Челябинске оффлайн и регулярно ведет Гузель с Виктором соответственно вебинары по Григорию Михайловичу, сейчас пока не могу сказать, были определенные разногласия по поводу доведения информации, но сейчас, по-моему, никаких нет, поэтому я во всяком случае надеюсь, что Григорий Михайлович в ближайшее время во всяком случае для своей структуры, для своей аудитории будет вести вебинары и встречи обязательно, потому что то, что он говорит, всегда очень мотивирует, всегда очень интересно и соответственно побуждает людей и работать самим и привлекать еще других-других партнеров. Это мое личное отношение к тому, что делает Григорий Михайлович. Так, что можно будет делать с токенами базового актива? Юрий, следите за сайтами, за обучением, все вы знаете, как мы уже говорили, здесь тема Skyway и развития технологий Skyway, блокчейн это один из инструментов, который будем говорить и который, по которому будем обучать. Ну что, друзья, так, Андрей, еще какие-нибудь более такие интересные вопросы есть? Как там у нас по тролям по сегодня? Что-то даже без них стало как-то, как-то скучновато. Либо троли выдохлись, либо, так сказать, темы у них для разговоров нет. Так, как насчет серийного производства для первых адресных проектов? Ну, друзья, по серийному производству здесь я сразу вас отсылаю к первоисточнику, к интервью Анатолий Дашьевницкого, который он дал перед завершением этапа. Как раз он как раз сказал о том, что производство готово, две производственные площадки уже оборудуются, запускаются, сейчас готовятся еще по мере заказов. поэтому, соответственно, как будут потребности и запросы на производственной площадке, все это прорабатывается и делается. Троли, наверное, побежали инвестировать. Ну, наверное, друзья, наверное. Вот, да, еще сразу могу предупредить, друзья, что у нас есть очень такая информация, что готовится очень-очень серьезный всплеск, такой выплеск негативной информации по Скайуэю, лично по Юницкому, вот, скорее всего, не оставят в покое и основных членов команды, вот, и Надежду Геннадьевну, и на меня тут определенно. Поэтому, друзья, соотноситесь к этому с определенной формой юмора, с определенной формой, так сказать, уже профессионализма и оценки, потому что по мере развития и по мере нашего успеха желающих вылить грязи будет все больше и больше. я сейчас даже уже это не комментирую, просто это нельзя сказать, потому что каждый раз, когда такая вещь происходит, меня сразу начинают закидывать, там, как вы к этому относитесь, что происходит. Друзья, относимся точно так же, как и какой-то год, год и два и три. Так, Скорбон, только на Экофесте. Да, а где вы еще хотите увидеть? Она как раз, ну, тут, во-первых, не из карбона, карбон никто не произносил, мы говорили, что углеволокно. Карбон это тоже, конечно, вот, соответственно, карбон это тоже углеволокно. Тут просто настолько интересный комментарий по перископу, друзья, что я даже, так сказать, даже забавно, так сказать, молодцы, наблюдательные, так сказать, все это. Вот. Это как и прошлое на Экофесте, друзья, многое, то, что мы увидим с вами на Экофесте, не показывается не потому, что есть какой-то секрет, или, скажем, там, не хочется показать, а просто под дерево целей, то есть задачи, которые распараллельны, которые сойдутся в одно время, в одном месте, они будут замкнуты именно на Экофесте. Поэтому многие, то, что вы увидите, будет именно и планируется, и показано только, только на Экофесте. Поэтому здесь не какое-то, так сказать, это... Да, 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 вот тут ох, интересно в перископе, так сказать. Вот. А разница, знаете, в чем это? Я перископил, могу сказать, почему в перископе идет обсуждение, потому что в камеру, которая идет в комнате, она более узко схватывает, а я настраивался по камере на комнату, поэтому тут просто народ обсуждает, что у меня в кабинете за спиной находится. Вот они увидели, так сказать, подушку, на которую сплю, потому что я в своем кабинете прямо сплю, вот, и поэтому увидели подушку, вам-то ее не видно, а этим, кто в перископе, подушку увидел. Ну, пишут мне, так сказать, что, что постель мне убрал. Я, честно говоря, не заметил, что подушку видно, в камеру, поэтому ну, что делать? Могу сказать, да, спим на своем рабочем месте, соответственно, подушку, ну, ладно, в следующий раз уберу, уберу это. Задают в перископе вопрос, вы сейчас в персональном юнибусе, могу представить, что да, но, к сожалению, пока, но, к сожалению, пока нет. Но он недалек тот час, когда, друзья, будем вести и встречаться с вами уже непосредственно и в юнибайке. Так, друзья, еще я вас в прошлый раз ввел в заблуждение, значит, первая конференция онлайн Skyway была 29 ноября, в субботу, комплекс университетский, это патриархия, московская патриархия, вот, соответственно, это была первая оффлайн конференция, поэтому завтра у нас юбилей, четырехлетний, проведения первой конференции, на которой я познакомился с Алексеем Суходоевым, я первый раз увидел, до этого общался только по скайпу, с Андреем Хавратовым, я увидел, Армонда, Игоря Хальзова, ну, если кого-то забыл, то Виталия Скалебока, Олега, Владимира, Владимира, а, Константина Константинова из Владивостока, очень-очень многих, вот с кем уже все эти годы работаем, и идем очень, так сказать, плотно, вот завтра первая такая конференция, которую мы провели, и в нашем боевом леске, это, Леонид, обязательно вставь, вставим видеоотчет, не видео, фотоотчет, фотографии с этой первой конференции, если кто-то себя там увидит, то будет, будет очень, очень, очень интересно, так, Сашенька тут пишет, 4 года, а воз и ныне там, ой, друзья, как я, не то, что люблю, я, когда мне пишут, что я наблюдаю за 4 года, и у вас за 4 года ничего не изменилось, я всегда говорю, либо вы идиот, потому что смотреть и не видеть нельзя, либо вы куда-то другое смотрите, потому что, ну, трудно человеку сказать, что ты идиот, просто люди смотрят куда-то в другое место, и если они в это другое место смотрят 4 года и видят одно и то же, вот тоже, наверное, проблема у этих людей, вот, поэтому, здесь, что я могу сказать, что Сашенька, ну, это очередной какой-то такой деятель, который видит, то есть, когда я вам привожу пример, что полгода назад мы с Юницким говорили об дроне, который мог бы использоваться для строительства в труднодоступных горных местах, и болотистых, и когда Юницкий заявляет, что этот дрон сегодня уже переходит в стадию испытаний, но если, у кого-то ничего не происходит, ну, что я вам могу на это сказать, ну, значит, не происходит, и то, что буквально там, меньше полугода назад Юницкий встретился с ребятами, которые разрабатывают путевые, ну, углеволокно, соответственно, с применениями в различных подразделениях, а сегодня уже строится, друзья, не проектируется, нет, а строится, и говорим, что планируется на Экофесте уже показать трассу с углеволокном, тоже, что если не происходит, вот, ну, соответственно, что мы уже участвовали в двух инотрансах, друзья, где участвуют только компании, которые могут представить инновации в сфере транспорта, и в прошлом инотрансе был показан Юнибайк и Юнибус, который сегодня сертифицирован, а в этом инотрансе будет показана машина со скоростью до 600 километров в час с расходами топлива в районе 100 грамм на одного пассажира на 100 километров, если вы хотите сказать, что ничего не происходит, куда вы смотрите, ребята, если вы туда смотрите и там вот это все и нарисовано, ну, может, вы картинку поменяете, вот, я вот думаю, что есть, планируется ли развитие бизнеса на дронах, нет, сразу могу сказать, что никакого бизнеса на дронах не планируется, в том плане, что все производство дронов, которое будет налажено, оно будет потребляться Skyway, потому что дроны это составная часть технологии строительства, это автоматизированный комплекс, который может выносить и собирать опоры на 3-5 километров в труднодоступных местностях, где построить технологическую дорогу дороже, чем, собственно, дорогу Skyway, поэтому дрон это технологический робот, который встроен в систему управления. Сразу могу сказать, что дрон будет работать на блокчейне, будет работать с использованием технологии блокчейн и, соответственно, вся его экономика будет уже оцифрована и технинизирована. Это для тех, кто что-то в этом понимает и для кого это что-то из себя. Углеволокно будет дешевле железа в разы, но тут сказать, да, друзья, тут углеволокно, оно может быть с точки зрения удельного веса, оно может быть дороже, чем металл, но его в разы надо меньше и оно в разы технологичнее, поэтому это действительно, но опять же, друзья, это пока научная разработка, это нельзя сказать, что это промышленное применение, это экспериментальная отработка новой технологии, для чего, друзья, как раз эко-технопарк нужен и почему мы говорили, что эко-технопарк построен на ближайшие 100 лет, потому что там постоянно будут отрабатываться новые узлы, агрегаты, компоненты, материалы, которые потом будут уже переноситься на массовое серийное производство. Ну все, друзья, на этом я с вами прощаюсь на сегодня, строй Skyway, спасай планету, это наша задача, для того, чтобы меньше было горя, меньше было смертей, меньше было проблем вообще на этой земле, для этого, друзья, мы и работаем, и реализуем те технологии, которые есть, поэтому спасать планету, это наша работа, вот мы объединяем мир, это мы с вами тоже говорили, а на следующей, на следующей неделе Алексей вам покажет еще один наш очень важный сленг, это сленг платформы, но я оставляю это право показать ему именно тогда, когда он будет, еще покажет вам сайт уже непосредственно токенизированной платформы, которая работает в рамках проекта Skyway на оцифровку именно будущих адресных проектов. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч и не забывайте, что 12 апреля 23.59 приближается неумолимо и таких условий не будет